Я узнала, что Маша не дома. Следователь сказал, что не было никаких ограничений для Маши, чтобы она была дома. Но комиссия, которая 3 марта заседала, приняла решение, что Маша останется в приюте. Я поехала в приют. Директора, она тоже депутат, я ее, естественно, знаю, Денисова Ольга Ивановна. Я оставила свой номер телефона и попросила перезвонить, потому что я хотела узнать, как девочка. Следователь сказал, что девочка не идет на контакт, замкнулась, напугана. Я попыталась выяснить, чем можно помочь девочке, может быть, поговорить с ней, может быть, чтобы она поговорила с родственниками или с кем-то. Мне, естественно, не перезвонили, пустить не пустили. В следующий раз мы уже были шестого вместе с активистами, с приехавшими с разных уголков, так скажем. Передали пакет, передали телефон, хотели пообщаться, но нас не пустили. Вот, разговаривали с директором по телефону. Она сказала, что если комитет разрешит вам встречу с администрацией, то вы приедете. Мы передали пакет и телефон, но телефон так и не передали, телефон не отвечал. С Машей мы не виделись, не звонили, папа тоже с ней не общался. Почему-то им запрещено это делать, непонятно почему. А сколько они времени уже не видят, друг друга не общаются? С 1 марта. Получается, как папу забрали 1 марта, и вот Елена Агафонова видела девочку последний раз 1 марта, когда ее местное в узловой посадили в машину и увезли в Ефремов. Больше девочку мы с тех пор не видели. Находится ли она в этом приюте или нет, хотя передачку взяли, значит, подтвердили, и директор сказала, что она там. А как на данный момент, неизвестно. Мы, естественно, очень переживаем, потому что уже долгое время от нее нет никаких звонков, и отец с дочерью не может связаться. Судя по тому, что девочка перенесла стресс и не хочет не идти ни с кем на контакты, ей сейчас очень плохо, и, конечно, было бы лучше, если бы отец был вместе с дочерью.